МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый вид силового троеборья для южкоролинца Сергея Мухлыгина на этих мировых соревнованиях оказались победными. Каждый подход к штанге принес в копилку очередную медаль. В итоге сегодня на шее почти килограмм счастья. Это в первую очередь победа над самим собой. Победа 2018 года во Всероссийской специальной олимпиаде дала возможность Сергею представить Мариел на всемирных играх специальной олимпиады в Абудабе. Жиме штанге лёжа, ему покорился вес 60 килограмм, что позволило ему занять третье место, соответственно, бронзовую медаль. В третьем упражнении в тяге мы активно боролись за золотую медаль, но уступили спортсмену из Индии. Его результат 150 килограмм и также серебряная медаль. Ну и самая главная медаль – это сумма троеборья, также серебро. Три раза в неделю и в любую погоду в течение 24 лет Сергей всегда в этом тренажёрном зале. Сегодня он может поднять столько, сколько и здоровому человеку не по плечу. Но это сейчас. А в 10 лет, когда он впервые сюда пришёл и ходил-то с трудом, родители решили, несмотря ни на что, укрепить мышечную массу и спину сына. Упорство и терпение позволили спортсмену не раз выигрывать чемпионаты России и Европы по пауэрлифтингу. Это результат огромного труда на протяжении десятков лет. И мы стали свидетелями, участниками просто грандиозного мероприятия. Это сравнимо с теми Олимпийскими играми, которые мы всегда видим раз в 4 года. И всемирные игры среди людей с интеллектуальными отклонениями, они также проводятся раз в 4 года. Сергей глухонемой. Общается с тренером лишь жестами и мимикой. Но и они позволили выработать специальную технологию тренировок. Сегодня он поднимает в 2,5 раза больше своего веса. Сначала он не мог поднимать даже гриф от штанги. В результате мы увлеклись этим видом спорта. 24 года непрерывных занятий. Первый раз в 2009 году здесь были российские соревнования, где он стал чемпионом России. В 2010 году нас включили в состав сборной России. В 2010 году мы поехали в Варшаву, в Польшу. И неожиданно для всех там Сергей стал чемпионом Европы. Он физически стал крепче. Он даже в психологическом плане стал правильным каким-то. Сергей своим примером доказал – спорт вдохновляет на новые победы. Все ради персональной порции чуда. Чудо поверить в себя и быть востребованным в современном мире. Ведь границы возможного они в голове и к реальности отношения не имеют.